Дарья Пушмынцева 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 Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Касым Жумартукаев обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства. Кроме того, глава государства поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции. Президент положительно оценил труд аграриев, отметив, что фермеры приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом. Касым Жумартукаев пожелал аграриям успешного завершения посевной кампании. После президент посетил ферму «Хазалжар Суд». В прошлом году молочному комплексу выделили субсидии на 366 миллионов тенге. Из Германии зависено поголовье сементарской и галштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 сельчан. Организация помогает нам с обеспечением кормами нашего домашнего спада. Мы получаем все премии. Работа нас радует. Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Годное кандидатование через СПК – это оправдывает себя. То есть, с точки зрения финансов, проблем здесь не будет. Нужна необходимая организация. Молочное производство в стране понятно. Можно полностью перейти на самоуеспечение по всей стране. Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, благодаря всесторонней поддержке со стороны государства, развитие животноводства в СКО получило новый импульс. Хотел бы сказать, вот, примером, провести пилотный проект финансирования животноводства через СПК. То есть, здесь аграрии, вот те желающие, кто хочет заниматься животноводством, они имеют возможность по низкой процентной ставке получить. И по упрощенной системе оформления залогового обеспечения. В рамках выделенных средств 100 миллиардов тенге, 17 миллиардов выделено на нашу область. Это позволит реализовать 17 молочно-товарных ферн. На сегодняшний день все потенциальные инициаторы проекта определены. Это будет 11 тысяч поголовья. Общая сумма инвестиций состоит 54,9 миллиардов тенге. Президент отметил, что в СКО имеются все возможности для увеличения объемов производства продукции животноводства. Касым Жамартукаев поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствия. Руководству области он дал поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путем ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов. Рабочий визит президента в Североказахстанскую область не обошелся без посещения промышленных предприятий региона. Глава государства ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции ТО Римказагра. В ходе посещения Касым Жамартукаеву доложили о первых результатах работы предприятия. Вложения в проект осуществлялись в рамках программы экономика простых вещей. Фабрика входит в состав многопрофильной компании «Радуга». В настоящее время здесь также ведут активное строительство тепличного комплекса, чтобы круглый год обеспечивать регион овощами и зеленью. Кроме того, в областном центре Касым Жамартукаев посетил Кузбаев-Юниверсити. Ознакомился с работой нового учебно-лабораторного корпуса, побеседовал с преподавателями и студентами. Затем глава государства побывал в новом казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова. Айгирим Хамзина с подробностями. Касым Жамартукаев посетил Кузбаев-Юниверсити в ходе своего рабочего визита в СКО. Глава государства ознакомился с образовательной научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития учебного заведения. В университете обучаются более 6 тысяч студентов. Ректор вуза доложил об исполнении поручений президента. Одно из них касалось открытия филиала университета Аризоны. В прошлом году зачислены первые 150 студентов. Второе поручение – это открытие Центра академического привоза в СКО для того, чтобы активизировать прикладную науку. Чтобы эти поручения выполнить, три основных больших элемента в основу мы закладываем. Первое – это современная образовательная среда. Сейчас студенты, все хотят учиться в очень хорошей современной среде, где есть каворкинги, новые пространства образовательные. Поэтому на 2 тысячи студентов данный учебный корпус. На полутора тысячи мест возводятся сейчас новые общежития, два общежития. И за пять лет мы должны полностью капитальный ремонт пяти корпусов и трех общежитий сделать. У нас будет новый современный студенческий кампус. Важный и сильный педагогический состав в УЗИ планирует создать костяк молодых и перспективных докторов ПХД. Президент осмотрел лабораторию беспилотных летательных аппаратов, Центры инновационных методов получения деталей сложной конфигурации, симуляционного обучения и практических навыков. В университете президент провел беседу с преподавателями и студентами. Будем рассматривать все эти вопросы в порядке приоритета, потому что без знания, без культуры знаний, без науки Казахстан не сможет дальше развиваться. Давно мы провели реформу Академии наук, назначили нового президента, очень известного ученого и практика. И я провел первое заседание Высшего совета по науке. Считаю, что в самое ближайшее время вы можете пополнить и ряды ученых, и ряды практиков, и будете вносить свой большой вклад в развитие нашего государства, я надеюсь. После глава государства посетил казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова, где я посмотрел отрывок из пьесы «Макжан». Президент отметил необходимость организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 130-летию видного представителя казахской литературы, поэта Макжана Жумабаева. Глава государства побеседовал с представителями интеллигенции, общественными деятелями области, обсудив с ними вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения. В Североказахстанской области выбрали нового сенатора. Им стала председатель областного филиала партии «Аманат» Асем Рахметова. Кульмира Каримова, которая выиграла недавние выборы в Верхнюю палату парламента, скоропостижно скончалась 27 января. На следующий день после первого заседания обновленного состава сената. Причиной ее смерти назвали инфаркт. Новые выборы состоялись в пятницу. За несколько дней до голосования своей кандидатуры сняли двое мужчин. Руководитель областного управления спорта Сергей Мерехов и крупный аграрий Анатолий Рафальский. На место в сенате в итоге претендовали две женщины. Председатель областного филиала партии «Аманат» и руководитель управления по делам религии Рауза Касенова. Кстати, в январских выборах в сенат тоже участвовали две женщины. Но уступившая тогда мандат Лаура Каиржанова на сей раз выдвигать свою кандидатуру не стала. Впрочем, несмотря на новые имена в бюллетенях, эти выборы прошли в точности как и зимой. С огромным перевесом голосов в пользу одного кандидата. Все подробности у Алишера Ашимова. В Петропавловске выбрали нового сенатора. Отдать голос за кандидата, который будет представлять Североксавстанскую область, в Верхней Палате Парламента пришли 180 человек. Это депутаты районных, городского и областного маслехатов. Ознакомились с предвыборной программой кандидатов. Программы объемные и содержательные. Сегодня проголосуем за достойного, того, кто готов трудиться на политической арене и представлять интересы нашей области. Своей кандидатурой выдвинули семь человек, но многие из них по разным причинам отказались от права на мандат. Один кандидат снял свою кандидатуру до регистрации. Один кандидат не подошел по требованию Конституционного закона Республики Казахстан. Один кандидат не предоставил необходимые документы в полном объеме. Четыре кандидата зарегистрировались. Из них два кандидата накануне выбора сняли по собственному желанию своей кандидатуры. Это руководитель областного управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов и всем известный аграрий Анатолий Рафальский. Так, в политической гонке остались два кандидата – Рауза Касенова и Асем Рахметова. По итогу голосования в лидерах оказалась председатель областного филиала партии «Аманат». За нее проголосовали 134 депутата. Остальные – за руководителя областного управления по делам религий. Уважаемые депутаты, сегодня хочу выразить глубочайшую свою благодарность вам всем и тому, тем избирателям, которые вас когда-то избирали. Вы от их имени сегодня голосуете. Я понимаю всю ответственность, которая сегодня на меня возложена. Я понимаю, что это очень огромная ответственность не только со стороны депутатов, но и всего народа северно-гостанской области. Поэтому хочу заверить, буду прилагать все усилия, помогать области, поддерживать любую поддержку нашего населения. Напомним, Асем Рахметова избрана депутатом Верхней палаты парламента вместо Гульмиры Каримовой, которая скоропостижно скончалась 27 января. Дань уважения своим предкам, отдали казахстанцы в День памяти жертв политических репрессий и голода. Речь идет о самых трагичных страницах нашей истории. При этом в них еще достаточно много белых пятен. 31 мая Касамжимар Токаев опубликовал на своей официальной странице в Твиттере следующий пост. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших. Долг каждого из нас усвоить уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во время тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы. Указом президента в ноябре 2020 года в Казахстане была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий XX века. Кроме того, был открыт центр, куда помещаются все собранные материалы. В ближайшее время его работники примут около 715 тысяч дел, включая те, которые смогли разыскать исследователей Северного Казахстана. Нашим экспертам удалось найти имена 8 тысяч североказахстанцев, которые еще не были реабилитированы. Все данные направлены на согласование в Государственную комиссию. Врагами народа были признаны более 140 тысяч казахстанцев. В нашей области репрессировали около 8 тысяч человек. 31 мая в День памяти жертв политических репрессий и голода сверказахстанцы пришли к стене памяти, чтобы отдать дань уважения своим родным. В церемонии возложения цветов и венков принял участие Аким области Айдарбек Сапаров. 31 мая в День памяти жертв политических репрессий и голода сверказахстанцы пришли к стене памяти, чтобы отдать дань уважения своим родным. Бахатбегенова без труда нашла имя матери в списке с фамилиями. Она была реабилитирована в 1958 году. Муслиму Ильясову осудили как жену изменника родины и на долгие 10 лет сослали в Алжир. Муж ее, Анас Ильясов, директор Каспия техникума, был расстрелян как враг народа. Две дочери, они их отправили в детдом, там они погибли. Мама вернулась уже после 10 лет пребывания. И уже потом я родилась во втором браке. Уже позже намного. И в Акмолинском лагере жен изменников родины в мемориальном комплексе, она тоже находится на стене памяти. Мама от меня скрывала, поэтому она только на четвертом курсе сказала. И настолько это было, была я ошарашена, ей было настолько тяжело. Самое удивительное, что находясь там в застенках, они не потеряли веру в советскую власть. Они никого не осуждали. На стене памяти увековечено имя деда Александра Умрихина. Жительница Петропавловска рассказала, что Афанасий Чихун был простым рабочим в колхозе. Трудился в селенного Михайловке. А затем его признали врагом народа. Его арестовали 28 ноября 1937 года. А 1 декабря его уже расстреляли через 3 дня. В 1964 году его реабилитировали. Но мы об этом узнали, когда дочь уже выросла, и пошли мы в Кенбэ. Я сначала думала в детстве, что он неграмотный, не может письма написать. Мы только узнали, что он грамотный, а писем-то и не было. Сколько моя мама не обращалась, а обсужден без права переписки и все. А это сейчас мы знаем, что это такое. Североказахстанцы знают и помнят истории своих предков. В этот важный день вместе с ними почтил память жертв политических репрессий, голода Акимобласти Айдарбек Сапаров. В республике врагами народа признали свыше 140 тысяч казахстанцев. В нашей области репрессировали около 8 тысяч человек. Каждый пятый был приговорен к высшей мере наказания. И это только те сведения, которые были официально доказаны. Скоро к ним добавятся новые данные. Над этим работают члены региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Местным экспертам удалось найти имена 8 тысяч североказахстанцев, которые еще не были реабилитированы. Все данные направлены на согласование в государственную комиссию. В 21-м году комиссия работала по 8 направлениям. Это деятели Алаш, борцы за независимость. Это военнопленные Второй мировой войны. Это крупные баи, те, кто пострадали, полуфеодалы, средники, кулаки. Религиозные духовенства, те, кто пострадали, опять же, по тоталитарной системе. В том числе, конечно же, лагеря ГУЛАД и депортированные. В рамках этого нами подготовлено было в 21-м году трехтомное издание Казалжаро-Урдан Ширля-Тариха. В 22-м году нами в комиссии подготовлено три тома. Это о политических репрессиях в нашей области, документальные материалы. О деятелях Алаш. И третий том – это военнопленные Второй мировой из нашей североказахстанцы. В эту книгу вошли имена более пяти тысяч человек. Их родственники думали, что они пропали без вести. На территории нашей страны было 11 лагерей. В них находились свыше пяти миллионов человек. Массовые репрессии 30-х-50-х годов – трагедия 20-го века. Речь идет о самых страшных страницах истории, но про них нельзя забывать. Каждый год 31 мая вспоминают и выдающегося казахстанского общественного деятеля Макжана Жумабаева, который сделал многое для борьбы с тоталитарным режимом. Одного из основоположников современной казахской литературы, активиста партии Алаш, казнили 85 лет назад. На этой неделе малую родину выдающегося поэта посетила делегация, в которую вошли ученые из разных регионов страны. Они занимаются изучением жизненного пути Макжана Жумабаева. Обо всем по порядку в материалах моих коллег. 31 мая в Казахстане – день памяти жертв политических репрессий. 85 лет назад казнили одного из основоположников современной казахской литературы, активиста партии Алаш Макжана Жумабаева. Почтить память и отдать дань уважения у памятника известному поэту собралось немало людей. Профессора, историки, общественные и научные деятели и многие другие. В руках у них букеты красных гвоздик, а в сердце – гордость за своего земляка. После долгих лет заведения, после тяжелейших испытаний, имена казахстанцев, которые свою жизнь отдали за свободу и демократию, за лучшее наше будущее, возвращаются в историю. Три года назад указом главы государства была создана комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. В Петропавловск съехались ученые из разных стран для проведения исторических работ, ход которых представят сегодня в рамках международного форума. В задаче данного форума – обсудить вопросы, условия, при которых случились эти ужасные жертвы, это действительно были ужасные жертвы, и выявить в данном случае судьбу Макжана Жумабаева. До сих пор непонятно место его гибели, до сих пор очень много теорий, версий о том, погибли он в лагерях в 1938 году, или же это случилось позже. И ученые очень серьезно работают над этой программой. Я должен сказать, что приехали очень серьезные ученые, которые в течение трех лет, мы работаем не только в казахстанских архивах, мы работали в российских архивах, в европейских архивах, в польских. Макжан Жумабаев сделал много для борьбы с тоталитарным режимом того времени. Он активно работал с молодежью, чтил свои корни и всегда боролся за справедливость. Его имя необходимо помнить, говорит декан факультета Казабафф-Университи Заурикартова, как и имена многих других земляков, ставших жертвами политических репрессий. Ученые, приехавшие с разных регионов нашей республики, будут рассказывать о научном наследии, литературном наследии Большого Великого Ахана, о том, какие взгляды сейчас должны формироваться на историю, каким должна быть историческая память, она должна быть основой для консолидации всего казахстанского общества. Возложение цветов к памятнику Макжана Жумабаева в университете проводят каждый год. ПЕСНЯ Эти слова и стихотворения Макжана Жумабаева «Туркистан» льются кюем и заполняют место, куда съезжаются все почитатели великого казахского поэта, педагога Макжана Жумабаева. На его малую родину, село Саратамар, район Макжана Жумабаева, приехали порядка полусотни гостей из всех регионов страны. К столетию Великого Земляка в Саратамаре открыли вот этот музей, в котором представлены уникальные экспонаты, которых нигде больше нет. Платок и кожаные сапоги второй жены Макжана Зулихи. Крывать 1929 года, на которой спал Лошардинец. Оригинал сборника стихотворений 1923 года. Но особую ценность представляет вот эта фотография. «Когда Макжана забрали в тюрьму, посадили, с опыском пришли к старшему брату Абаму Слюму, когда Абаму Слюму жил в Сосоколе. У Абаму Слюму на стене висел портрет Ленина. Оказывается, у старшего брата Абаму Слюму хранилась вот эта фотография. Он взял эту фотографию и спрятал за портретом Ленина. Перевернули весь дом. В то время никто не имел коснуться портрета Вашья. Как он висел на стене, так и остался. Когда Абаму Слюму забирали, он же не сказал. Через две недели вытереть пыль с портрета. Вот этот портрет Ленина как раз-то сохранил, несколько лет сохранил вот эту фотографию. Эта фотография Макжана Жумавая, последняя 1936 года». В 30-е годы прошлого века от рук палачей за стенках НКВД погибли тысячи представителей интеллигенции. Макжан Жумаваев, будучи членом партии «Алаш», также стал жертвой политических репрессий. Но сила слова не угасает с течением столетий. Сегодня, как и век назад, творчество Макжана живо и почитаемо. 31 мая отмечается как День памяти жертв, политических жертв и голода в Казахстане. «Я думаю, что все те, что хотели, в свое время за что боролись, за что они, как говорится, положили свою жизнь в наши выдающиеся личности, как Макжан Жумаваев, другие представители казахского народа, недаром проходят. Мы сейчас уже в условиях независимости, уже 33-й год, отмечаем вот такие важные даты. Поэтому я очень рад, что данное мероприятие проводится у вас». На родину Макжана Жумаваева делегация приехала неспроста. Проект «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв, политических репрессий и голода, ежегодно проводится в разных городах страны. В этом году выбрали Северказахстанскую область, так как 25 июня мир отметит 130-летие великого поэта, педагога, уроженца северного региона Макжана Жумаваева. «Мы оказались сегодня здесь, на этой благодатной, священной земле для каждого казахстанца. Отрадно, что сегодня здесь присутствуют члены Ассамблей народа Казахстана из разных городов, историки, этнографы, люди, которые занимаются изучением творчества Макжана Жумаваева». После посещения музея делегация отправилась на встречу с общественностью региона и активом Ассамблей народа Казахстана. Обсудили актуальные вопросы деятельности общественных структур Ассамблеи. В конце апреля в Астане прошла сессия с участием президента страны. Организаторы получили благодарственные письма. Без внимания не оставили и регионы. От имени республиканского государственного учреждения Кухамда Келесэм наградили сотрудника регионального учреждения Салимхана Сабитова. 30 мая в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий и голода в Петропавловске прошел международный форум. В нем участвовали около 150 человек – историки, ученые, исследователи, общественные деятели со всех регионов Казахстана, а также из стран ближнего зарубежья. Во время форума они озвучили исторические открытия, которые ранее не были обнародованы. Агирим Хамзина продолжит тему. Это, конечно же, панельная сессия, посвященная политическим репрессиям, о том, как все-таки история повлияла на строительство Казахстана, на то, какая страна у нас сегодня. История уже написана. Наша главная цель и задача – сохранить мир, единство и стабильность. Одно из направлений ассамблеи – это научно-экспертные группы при высших учебных заведениях. Сегодня участники поделятся своими исследованиями, своими мыслями. Во время форума озвучили исторические открытия, которые ранее не были известны. Участники обменивались мнениями и приводили свои исследования. Ежегодный форум проходит вот уже 13 лет. В этом году впервые его провели в Северном Казахстане, так как мероприятие посвятили 130-летию Макжана Жумабаева. Форум проходит в рамках международного проекта «Память во имя будущего». Проект предусматривает реализацию комплекса социально-культурных, научно-познавательных и информационных мероприятий, способствующих увековечению исторической памяти периода политических операций и голода. Большой интерес вызвала на форуме выставка. Это совместная работа Североказахстанского государственного и архива президента РК. Здесь представлены уникальные документы, рассказывающие о жизни и деятельности Макжана Жумабаева. Особенно интересен документ, который местные архивисты недавно получили из Российского госархива в Москве. Когда он, находясь в Москве, 23 по 27 год, он учился в Институте литературы и искусства, одновременно преподавал в Университете Трудящихся Востока, и одновременно он был сотрудником Центрального издательства, возглавляемый Назер Туриколовым. Здесь мы выйдем документ, где в литературном отделе имя Алихана Бакусьханова и вторым стоит Макжан Жумабай. Находясь в Москве, он перевел произведения Ульянова, Ленина от февраля до октября на казахский язык. Он перевел стихи Максима Горького, в том числе «Буревестник». Помимо этого, представлены документы о жизни и работе североказахстанцев, которые были репрессированы. Многие имена удалось выявить благодаря работе региональной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Сейчас в электронной базе более 8 тысяч реабилитированных. МТРК оценит активность зрителей, которые выбирают наш канал и смотрят итоговую программу. Хочу напомнить, что прошлые выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте или на ютубе. Там достаточно вбить в поисковик МТРК, перейти на канал и выбрать плейлист «Главные темы» с Дарьей Пашмонцевой. Спасибо, что остаетесь с нами. Другим темам. На этой неделе, на пять дней позже, обычно воззавершился учебный год. 18 тысяч организаций образования страны и более 5 миллионов юных казахстанцев отправились на каникулы. Школу в этом году закончили более 288 тысяч девятиклассников и свыше 172 тысяч учащихся 11 классов. 1 июня по всей стране прошли торжественные линейки. В Северном Казахстане со школьной порой в этом году попрощаются 3345 выпускников 11 классов. Команда МТРК побеседовала с некоторыми из них. Торжественные линейки прошли 1 июня по всей стране. В Северном Казахстане со школьной порой прощаются 3345 выпускников 11 классов. Сегодня они здесь в роли учеников и учениц, но скоро обретут новый статус. Перед ними открываются новые возможности. Это со школы прощаются в выпускнике городской классической гимназии имени Сафуана Шемерденова. Ребята рассказали нам, что сегодня очень переживали и волновались. Некоторые даже ночью не могли уснуть и вспоминали моменты школьной жизни. Этот день очень особенный для меня и моих одноклассников. Это наш большой шаг во взрослую жизнь. Я счастлива, но если честно, есть и небольшая грусть. Я буду скучать по урокам учителям и моему классу. Я 11 лет учусь в этой школе и считаю, что провел очень хорошее время своими друзьями, учителями. Все учителя очень помогли мне стать личностью. Я считаю, что я не подведу их ожидания и поступлю в хороший университет и достигну хороших высот. Ребята уже выбрали будущие профессии и даже вузы, в которых хотят получать знания. Впереди у выпускников единое национальное тестирование и вступительные экзамены. Но пока наступает самый трогательный момент последнего звонка – прощальный вальс выпускников. А пока выпускники кружатся в прощальном танце, их близкие едва сдерживают слезы. День, конечно, волнительный, трогательный. Мы все желаем только своим детям счастья, здоровья, чтобы у них все их мечты сбылись. Спасибо большое, хотим сказать, школе за то, что они вложили в наших детей, за их терпение, за их любовь к нашим детям. И я думаю, наши дети будут благодарны и нам, как родителям, и школе. Мой сын сегодня заканчивает классическую гимназию нашу. Выпускников поздравляем от души. Желаем им успеха в дальнейшем высшего образования, чтобы они нас радовали. Мой первый внук сегодня заканчивает школу. Мы им очень гордимся. Пусть у всех выпускников будет светлый путь. Хорошо им сдать экзамены. Волнуются сегодня и педагоги. Они приложили все усилия, чтобы дать знания ученикам. Вложили в них свои силы, наставляли, поддерживали и воспитывали. Учебный год в городской классической гимназии имени Сафуана Шеймерденова заканчивало 496 учащихся. Из них 16 выпускников. Один из них претендент на знак Алтенбельга. Мы желаем удачи нашим выпускникам. Мы верим в них и уверены, что они поступят в сильные вузы и получат отличное образование. И по традиции финальный аккорд. Звучит последний звонок, как символ момента, который в жизни только раз. День защиты детей отметили сверхказахстанцы на этой неделе. Глава региона Айдарбек Сапаров 1 июня навестил и поздравил воспитанников детского центра социального обслуживания «Арман». Сейчас в нем получают помощь и заботу 12 ребят. Они занимаются слогопедом и психологом, получают массаж, делают лечебную физкультуру. Айдарбек Сапаров рассказал, что Акимат поможет приобрести специальный автобус с подъемным механизмом для воспитанников центра. Центр социального обслуживания «Арман» в Петропавловске открыт в 1999 году. В настоящее время здесь обучаются 12 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Им предоставляются все соответствующие реабилитационные услуги. Дети получают инклюзивное образование в городской средней школе номер 13. Здесь они проживают, получают специальные социальные услуги по 8 направлениям, реабилитационные услуги в течение учебного года. На каникулы затем их родители забирают домой. В настоящее время у нас 7 мальчиков и 5 девочек. Ребята имеют тяжелое нарушение опорно-двигательного аппарата. Занимаются они по общей образовательной программе, инклюзивное образование в школе номер 13 города Петропавловска. Воспитанников центра «Арман» с Днем защиты детей поздравил Аким области Айдарбек Сапаров. В подарок телевизор для сенсорной комнаты. Как сказал наш президент Казмужам Аркемеевич, мы должны заботиться о детях, дети – наше будущее. Поэтому руководство области всегда будет заботиться о вас. Мы сегодня выделяем большое финансирование для получения качественного образования и воспитания, для достижения в спорте и по всем остальным творческой деятельности вопросам. Поэтому в первую очередь хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Одна из воспитанниц центра – Сымбат Дуйшанбе. В свободное время девочка занимается в вокальном кружке, участвует в различных соревнованиях. Начала учиться в нулевом классе. Вот. И живу. Это все мои друзья. Поддерживают меня всегда. В области действует 9 медико-социальных учреждений. Три из них расположены в областном центре. Всего в регионе насчитывается более 25 тысяч людей с ограниченными возможностями. Более двух тысяч детей имеют нарушение опорно-двигательного аппарата. Кроме данного учреждения, в котором мы сегодня побывали, есть еще взрослых. Для взрослых центр, в котором находятся лица также с инвалидностью. Есть еще детский центр, тоже, где находятся дети с психоневрологическими заболеваниями. Для них тоже оказывается вся необходимая помощь. Непосредственно эти дети тоже находятся в интернатном учреждении. По словам директора центра социального обслуживания «Арман», автобус для перевозки детей в школу устарел. Айдар Бексапаров пообещал выделить средства из бюджета на новый спецавтотранспорт к новому учебному году. Викторины, конкурсы и развлечения на любой вкус. 1 июня для мальчишек и девчонок областного центра подготовили насыщенную развлекательную программу на главной площади, а также в других частях Петропавловска не оставили без внимания юных виновников торжества и в районах региона. Праздничное настроение и много детских улыбок в материалах моих коллег. 1 июня в первый день лета на главной площади для мальчишек и девчонок развернулась яркая концертная программа. Здесь можно насладиться не только выступлениями танцевальных ансамблей и музыкальных коллективов, но и найти занятия по душе и сменить образ. На площади юным гостям делают аквакрим и различные прически. Также ребята принимают участие в конкурсах рисунков и спортивных состязаниях. Этот праздник наполнен особым теплом, говорят горошане. Мы были на конкурсе рисунков, да, доча? Дочь у нас рисовала рисунок, поэтому посмотрели выступление, ну и пока все, идем дальше гулять. Все нравится, музыка классная, ну мы стояли, смотрели, как выступают наши одноклассницы. Пришла с внуками. Праздник красивый, настроение очень хорошее, погода радует сегодня. Хочется пожелать детям крепкого здоровья и беззаботного детства. С праздником! Праздник яркий для детей. Огромное спасибо организаторам и всем детям счастья, здоровья и родителям терпения. Этому празднику более 70 лет учредила его Международная демократическая федерация женщин в Париже. Сегодня в Казахстане проживают более 6,5 миллионов детей, в руках которых будущее нашей страны. Нравится и детям, и родителям. В течение всего учебного года была подготовлена большая концертная программа у каждого коллектива. И, конечно же, вот сегодня прекрасная погода, солнце, хорошее настроение, начало лета, 3D каникулы. И все это вместе создает праздник. А мы счастливы, когда наши талантливые дети могут показать свое творчество, свое мастерство. Изюминка программы – показательные выступления каратистов, захватывающие боевые приемы, дисциплина, отточенные движения. Особенно привлекли внимание гостей праздникам. В честь празднования 1 июня в областном центре творчества детей и юношества развернулись две площадки – рисунки на асфальте мелом и творческая мастерская. Наш сегодняшний праздник разбит на очень большие творческие площадки. Концертная программа проходит в центре на главной площади. Сейчас здесь присутствует 21-я школа, школа лицей Дарын, 5-я, 9-я, группа ОКЦ «Живая планета». Все желающие школы, всем нашим детям веселых каникул. Более 50 детей рисовали на асфальте цветными мелками. Многие из них изобразили свои мечты – куклы, машинки, цветы, солнце, радугу. Ребята верят, что этот праздник окутан атмосферой волшебства и чуда. Поздравляю всех с праздником. Желаю всем добра, радости, счастья. Поздравляю с праздником защиты детей. Всем дарю здоровье, счастье. Также любой желающий мог смастерить свой остров детства. В общем, занятие на любой вкус. В честь празднования Дня защиты детей для юных петропавловцев интересную выставку организовали пожарные. Представили на ней защитную форму спасателей, снаряжение и многое другое. Цель данного мероприятия заключается в пропаганде и информировании населения, а также детей о тех необходимых мер безопасности, которые нужно соблюдать. На некоторое время юные участники выставки почувствовали себя настоящими пожарными. Примерили на себя костюмы, тщательно изучили спецтехнику. Многим удалось посидеть за рулем пожарных машин. Впечатлила мальчишек и девчонок демонстрация 31-метровой автолестницы. Огнеборцы используют ее для спасения людей при пожаре в высотных зданиях. Особый интерес у детей вызвали пожарные краги и дыхательный аппарат, а еще спецмашина, трекол. Мне нравится очень эта машина. Я хочу в будущем стать пожарным и ездить на такой машине. Мне понравились перчатки. Когда я вырасту, хочу стать пожарным. Поздравляем всех детей с праздником. Желаем хороших каникул. С большим интересом ребята рассматривали спасательные снаряжения. Водолазы рассказали не только о нем, но и как нужно вести себя в воде. Сегодня на выставку привезли аварийно-спасательный инструмент. Получаются аварийно-спасательные, гидравлические инструменты, альпинистское снаряжение, водолазное снаряжение для спусков под воду. Детям очень нравится. Нравится больше водолазное снаряжение, потому что более необычное, нигде не увидишь, только по телевизору. Внимание к себе привлекли и братья наши меньшие. Четвероногих пушистых спасателей дети без боязни гладили и фотографировались с ними. В оперативном спецназном отряде у нас находятся три служебные собаки поисковых, которые предназначены для поиска пострадавших, как природной среды, так и техногенной. Такие выставки в департаменте по чрезвычайным ситуациям планируют проводить на протяжении всех летних каникул. Светлый детский праздник празднуют в каждом уголке нашей области. В селе Бесколь по традиции для детишек организовали веселую концертную программу. Песни, танцы, а также интересные игры. Баба Яга заколдовала детей, и чтобы снять чары, нужно прыгать через линию. Такое вот необычное упражнение на координацию. Также ребята лепили из пластилина и рисовали картины. Дружно они сделали вот такой земной шар, который объединяет самых разных людей. Детям праздник пришелся по душе. И сегодня много таких игр рисовали, подделки делали, играем. Мы делали землю, рисовали, лепили. У нас было состояние прыгать, по боевой играться. Я очень люблю рисовать. Вот сейчас я рисую домик. Мне очень нравится рисовать маркерами. Для веселого времяпрепровождения и в обычные дни для детишек Козылжарского района построили 11 новых игровых площадок. Сегодня их ввели в эксплуатацию. Одна из таких открылась в селе Воздесенке. У меня есть у вас у всех горька. На ней можно съезжать. Мы играли на гонялки, бегали, катались в горке. Я рад, что такая площадка есть. Эта площадка мне очень нравится. Она очень красивая и на ней очень много всякого. А еще тут можно играть вместе. Это самая лучшая площадка. Встретили новую площадку здесь с прекрасным настроением. Провели разные конкурсы и викторины. На праздник пришли и известные герои – Мишка Тэди и Хаги-Ваги. Завеселись, как волчок. Наклонились на бочок. А после зажигательных танцев ребят угостили вкусным мороженым. Чтобы детство было таким же сладким и ярким, говорят организаторы. Для местных жителей эта площадка долгожданная. До этого детки играли только на школьной площадке. К слову, в селе Воздесенке всего около 80 детей. До этого у нас уже была 21 детская игровая площадка. Всего у нас будет на сегодняшний день уже 33 детские игровые площадки. Которые мы ввели за 5 лет новые площадки. Мы продолжаем работу по мини-футбольным полям, чтобы детям было заняться летний период чем-то. В мини-футбольных полях у нас создано уже 14 современных комплексов. Это мини-футбольные поля, воркаут-площадки и так далее. В этом году построят спортивные комплексы в селах Знаменском, Налобином, Пресновке и Бугровом. По словам районного Акима, до конца года во всех сельских округах будут мини-футбольные поля. А накануне светлого детского праздника в Петропавловске случилась страшная трагедия. В результате падения с крыши 16-этажного дома погибла школьница. Днем 31 мая полицейским поступило телефонное сообщение о том, что на крыше одной из высоток по улице Жамбыла стоит девочка. Стражи порядка незамедлительно выехали на указанный адрес, но предотвратить трагедию не успели. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность пострадавшей. По данному факту проводится расследование. По предварительной версии правоохранителей, 15-летняя девочка совершила суицид. Полторы тысячи сверхказахстанских семей в 2022 году обратились за помощью в Координационный центр по проблемам детства ДИМИО. В нем могут получить психологическую и юридическую помощь жители региона, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, областное управление Координации занятости и социальных программ запустило на базе центра проект БКТО «ДБАСЭ». С его помощью абсолютно бесплатно можно пройти краткосрочные курсы и освоить новое дело. 29-летняя Евгения Захарина – мама двоих маленьких детей. Женщина воспитывает их одна, около пяти лет работает массажистом. В месяц за свой труд горожанка получает меньше 100 тысяч тенге. Из социальных сетей Евгения узнала о том, что областное управление Координации занятости и социальных программ запустило на базе центра ДИМИО проект БКТО «ДБАСЭ». С его помощью абсолютно бесплатно женщина пройдет краткосрочные курсы коррекции и окрашивания бровей. От обучения я ожидаю, что больше возможностей будет перспектив, новых знакомств и, соответственно, дальше расширяться по бьюти-сфере. Хотелось бы, конечно, увеличить свой доход в разы, потому что я мать-одиночка. Кроме того, в центре ДИМИО указывают помощь многодетным, неполным, малобеспеченным семьям, а также родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. В рамках проекта БКТО «ДБАСЭ» в центре готовы помочь пройти обучение тем, кто хочет стать флористами, швеями, официантами, операторами станков, социальными работниками и не только. На курсы с начала года записались 52 сера казахстанца. Нюанс этих курсов в том, что мы их не приглашаем в город. Мы едем прямо в районный центр, там обучаем. Потому что у многих людей, которые относятся к целевой группе, нет возможности выезжать, у них нет средств. И поэтому мы прямо в районных центрах и оказываем эту услугу. В рамках проекта БКТО «ДБАСЭ» специалисты центра ДИМЕО предоставляют услуги юристов и консультаций психологов. Платить за это не нужно. С начала года за такими услугами в центр обратились 450 человек. Идея вот этого проекта, она очень прекрасна. Финансируется государством. И почему бы не оказать подобного рода услуги людям, которые нуждаются. Не у многих, допустим, родителей детей-инвалидов, да, есть возможность бесплатно получить психологическую помощь для детей и для себя. 80% услуги мы оказываем психологического характера. Полторы тысячи североказахстанских семей в 2022 году обратились за помощью в координационный центр по проблемам детства ДИМЕО. В нем работают 11 специалистов. Адрес центра и телефоны для справок указаны на экране. Так быстро время нашей программы подошло к концу. Увидимся ровно через 7 дней. Я и мои коллеги расскажем вам еще больше интересных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова